Огромная территория за школой номер 80 едва напоминает стадион. Здесь гуляют мамы с детьми, школьники занимаются физкультурой. Под ногами легко можно найти блистер от таблеток, упаковки от шприцев и встретить людей без определенного места жительства здесь также можно. Альтернативы для занятий спортом в районе нет, однако даже директоры школы ситуация со стадионом не беспокоит. Почему же такая большая и перспективная территория никому не нужна, узнавала Мишель Арманд. Ильфа и Петрова, Левитана, Глушко, район Таирова. Здесь живут и растут тысячи детей. Единственная площадка, на которой можно гулять и заниматься спортом, находится в удручающем состоянии. Она практически стерта с лица города. Это место едва ли напоминает стадион. О том, что здесь когда-то могли заниматься спортом, говорят разрушенные и давно позабытые турники. Несмотря на заброшенное состояние, на открытой площадке гуляют мамы с детьми. Но только потому, что нет альтернативы. Состояние, конечно, ужасное, плачевное просто. Куча бычков, ребенок постоянно подбирают. Мусор, пачки от сигарет. Площадок приличных нет. Единственная площадка есть там за копейкой. Там даже нет ни плитки, ни прорезиненного поверхности. Просто пылюка и все. Конечно, очень грустно. Негде ребенка покурять. Территория приходит в упадок и местные жители начинают предполагать, что ее могут готовить под застройку. Странная ситуация. Особенно поражает бездействие главы районной администрации Сушкова, который просто занимается расстановкой будок, вместо того, чтобы благоустраивать территорию. Если пойти, допустим, на проспект Глушко, который здесь недалеко, там еще больший беспорядок и бардак. Денис живет в этом районе с рождения и не понаслышке знает, что кроме рядовой покраски никому не нужных металлоконструкций больше никаких работ не проводят. Депутатов-мажоритарщиков в этом округе нет. И заняться стадионом некому. Дети 5-6 лет бегают с родителями по кругу, по беговой дорожке с этой разбитой, неосвещенную территорию, можно назвать пригодной для спорта и для занятия бегом. И школьники в футбол играют после занятий. К стадиону примыкают две школы. Данная территория закреплена за школой номер 80. Директор Северина Писаренко считает такое состояние вполне приемлемым и безопасным для детей. Вы спросите у нашего учителя физкультуры, он вам скажет, что эти дорожки реально подходят, и мы бегаем по этим дорожкам, сдаем эти нормы. По словам директора, территорию приводят в порядок своими силами ежегодно. Однако, судя по состоянию, в этом году про нее забыли. Не смущает руководителя учебного заведения и тот факт, что заброшенный участок привлекает людей без определенного места жительства. В официальной беседе говорить на эту тему она отказалась, ссылаясь на отсутствие жалоб от родителей. Но у нас нет там страшного состояния, что вас там не устраивает? Вы пошли посмотрели? Конечно, мы пошли посмотрели, мы поговорили с родителями, мы посмотрели на вообще весь стадион. Он просто стер с лица города. А хорошо, а что предлагают родители? Делать за свои материальные нужды? Якобы территория этой школе и вовсе не нужна. А на ремонте настаивают жители соседних домов. Настоящая мусорная свалка, на которой нередко играют с огнем и сжигают различные вещи, просто усеяна блистерами от препаратов с опиатами, всего в нескольких метров от школы. На Таирово проживают порядка 65 тысяч человек. Стадиона такого масштаба и в приличном состоянии в районе нет. Стадион не используется по своему прямому назначению, хотя у него потенциал в принципе огромный. И учитывая то, что на поселке Котовского, на окраине, там возле школы огромный стадион отремонтировали уже, почему этот стадион до сих пор находится без какого-то внимания властей, очень странно. Вечерами мимо стадиона ходить попросту опасно. Из всех фонарей работает только один, и тот вдалеке. Жители соседних домов на реакцию городских чиновников не рассчитывают. Говорят, ближайшие выборы только в 2019 году. Но и тогда не факт, что ради пиара что-то сделают. Мишель Арманд, Андрей Диченко, 7 канал.